Всем приветик! Моим постоянным большой. Всем, кто забежал на минутку, привет поменьше. Значит, пятница у нас сегодня, и мы ожидаем long weekend. Значит, длинные выходные. Почему длинные? Понедельник здесь, праздник, праздник, наверное, но праздник такой, как бы, невеселый. Memorial Day. Что значит Memorial Day? Это день памяти. В этот день поминают всех военнослужащих, солдат, погибших в годы первой там какой-то мировой войны, второй в войнах, где воевала, где с кем воевала Америка, они в этот день поминают своих военных. Военные люди подневольные, им сказали, иди, они идут. И вот семьи, у которых члены семьи были вот когда-то военными, где-то погибли, вот, поминается в эти дни. В семьях, у кого нету военных, выходной все равно, и они то же самое празднуют, празднуют, отдыхают в кругу семьи, делают барбекю, встречаются, куда-то ездят. На кладбище очень многие тоже здесь выезжают. До 12 часов будет приспущенный флаг американский в этот день. И вот это выходной день. Но будет ли у меня выходной день, я не знаю, потому что это не от меня зависит, это зависит от моих работодателей. Если им нужно чем-то заняться, куда-то пойти, большая вероятность, что я выйду и буду работать. Может быть, не обязательно целый день, может быть, пару часов. Но если у них хорошее будет настроение и они решатся отдать, отдаться полностью своим детям, своей семье, то я работать может и не буду. Конечно, этот день не оплачивается, работаю я или не работаю. Не оплачивается вдвойной, двойной ценой, как положено в празднике, потому что я не работаю на предприятии, я не работаю по контракту и никакой контракт о ценах, о зарплате я не подписывала. Это все сугубо вот так наша личная договоренность. Но, с другой стороны, почему не выйти поработать? А что делать дома? Здесь тоже дома не сильно. Конечно, дома всегда найдется занятие. Дома работы не переработать. Но лучше, когда за работу платят деньги. Так что, пока я даже не спрашивала. Я вот все хотела спросить и я не успела утром, что у нас там наблюдается. Но сейчас, пока мы еще работаем в поте лица. Пятница, конечно, последний день недели, уже чувствуется вот-вот-вот-вот выходные, погодка вроде чуть-чуть наладилась. Завтра вообще будет хорошая погода, но, к сожалению, пойти никуда не сможем. Во-первых, папа у нас вылетает сегодня вечером. Мы с Машей остаемся вдвоем на хозяйстве. Ну, и она взяла онлайн-класс. Это как бы summer school, летняя школа. можно добирать дополнительные классы. Чтобы как бы быстрее закончить свою учебу, ты можешь набирать дополнительные классы, учиться летом. Так вот, она взяла этот онлайн-класс. Она думала, что это будет, это психология, кстати, она думала, что это будет полегче, но, как оказалось, не все так просто. Она говорит, мама, я и тут буду сидеть, наверное, не поднимая головы. До 5 июля у нее этот класс онлайн-класс. Это уже у нас первый онлайн-класс. Мы же раньше никогда не занимались таким. Очень интересно тоже, как здесь. Думаешь, подумаешь онлайн-класс, кто-то тебе может прийти, помочь, написать все, а нет. Они берут с тебя какие-то биометрические данные, лицо, профиль, фаз, рука должна быть твоя, там, я не помню, правая или левая. Вот так вот, такая фотография, она должна всегда, когда входит как бы в этот класс, на этот урок, она должна дать свои биометрические данные, вы представляете? Ну, еще бы, а так каждый может позвать кого-то, иди у меня сегодня тест, иди сделай мне онлайн-класс. Все бы было намного проще, но не тут-то было, придется поработать еще. Ну, ничего, она чуть-чуть отдохнула, у нее было сколько, недели две отдыха, теперь опять начнет, ну, потом опять отдохнет, ничего не поделаешь. Такая жизнь, тут нужно учиться, тут без учебы никуда не денешься, и учиться здесь тяжело. Это не дома. Ну, все учатся, и она будет учиться, все люди, и она человек, все как-то заканчивают, все работают медсестрами, и она закончит и будет работать. Просто как бы иллюзии сначала были совсем другие, теперь иллюзии угасли. Ну, ничего, идея наша не пропадала. Будем работать и учиться. Пока. Бай-бай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok